Всем привет! Добро пожаловать в Аленку Блог. Сегодняшнее видео я посвящаю своим последним в этом году ароматным покупкам. Была распродажа и я что-то купила. Купила, о чем-то жалею. Ну не то, что жалею. Я никогда не жалею о том, что я там покупаю, продам, потом подарю. Это не важно. Что-то понравилось, что-то нет. Вот, если вам интересно, оставайтесь, все вам расскажу и все покажу. Первый аромат, который я себе схватила, я его очень люблю и давно хотела, это Calvin Klein One. Это классика жанра. Почему схватила? 50 миллилитров. Обычно этот аромат идет в объеме 100 миллилитров или даже 200 миллилитров, чего мне вообще не нужно. А здесь вот пульверизатор у нас. Здесь у нас вот такая вот классная маленькая фляжка. Ну я его очень люблю, правда. Я с ним становлюсь еще красивее, еще молодее, свежее и так далее. Это мой прям аромат моей молодости, моей такой вот прям. Люблю его. Люблю за свежесть, за пряность, за цитрусовость, за... Ну он прекрасен. Он прекрасен, если кто-то не знает, вдруг не пробовал. Ну попробуйте. Он вас приятно удивит, сколько ему уже лет, и он настолько живет. Мне не перестает нравиться. Очень я его сильно обожаю. Обожаю. Следующий у меня появился вот такой набор. Van Cleef & Art Pels. Набор из трех ароматов. Сейчас покажу вам вот. Вот. Вот такие три аромата по семь с половиной миллилитров. И здесь у нас Gardenia Petal, Amber Imperial и Moonlight Patchouli. Начну, наверное, с Gardenia. Я буквально по одному разику их поносила. Так, чтобы понять, все понятно. Все понятно. Ароматы незамысловатые. Ароматы незамысловатые, но очень красиво сделанные. Они очень политкорректные, в меру стойкие, в меру шлейфовые. Короче, если вы любите, как это сказать, ладно скроенные такие статусные ароматы, но вот без всякой там вот юнки, если можно так сказать, обратите внимание. Gardenia Petal. Ну, Gardenia я люблю, но сколько я их нюхаю, мне кажется, они все одинаковые. У меня была шанелевская Gardenia из эксклюзивной линейки. У меня есть Gardenia от Micolive. И вот сейчас вот эту попробовала. Пробовала Gardenia от Aqua Deparma. Ну, вот все вот они в одной волне. Наверное, Gardenia как-то... Ее, конечно, ничем не испортишь, скажем так. Она везде красивая. Но не знаю. Ну, вот будет у меня один Micolive, все, больше мне не надо. А это Gardenia мне напомнила, честно говоря, Gardenia из эксклюзивной линейки Chanel. Вот такая же немножко колючая, немножко кремовая, видоизменяющаяся. Прикольная. Прикольная Gardenia, но вот какая-то, мне кажется, Gardenia и Gardenia. Не знаю. Если любите, если любите эксклюзивную Chanel, попробуйте эту тоже. Попробуйте эту тоже. Мне кажется, в плане даже ценовом это будет выгоднее, если приобретать. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Я не сравнивала цены, но... Следующий аромат это Ambre Imperial. Я люблю амбровые ароматы. Здесь красивая амбра, но я бы ее называла, знаете как? Это утренний, утренний, дневной вариант амбрового аромата. Потому что амбровые ароматы, они, ну как правило, они такие плотные, густые, такие насыщенные, более вечерние, роскошные. Под них хочется там, не знаю, меха, шелка, бархат, ну что-то такое. Здесь более все так сглажено, более все... Не просто, нет, не простовато, но более все так классично. Поэтому вот этот аромат, мне кажется, идеален для офиса, для каких-то, ну не знаю, мероприятий таких утренних, дневных. Классный, классный, такой деловой, статусный аромат. А вот аромат, который меня реально удивил, это Moonlight Pachuli. Moonlight Pachuli от Van Cleef & Arpels. Я в шоке вообще. Я в шоке, потому что раньше мне не доводилось находить вот такие прям явные клоны. Знаете, много-много видео на YouTube. Ароматы клона, ароматы... Я как-то, ну, я не привыкла сравнивать ароматы. Мне кажется, каждый аромат все-таки индивидуальный. Но, тем не менее, вот клон. Это стопроцентный, ну, может быть, там, ну, не знаю, ладно, 90% клон моей обожаемой, любимой и вообще просто гениальной Bottega Vinetta. Bottega Vinetta классическая вот эта вот версия. Классический первый аромат от этого бренда. Это кожа, это Pachuli. Я Bottega Vinetta обожаю. У меня в этом году закончился мой флакон. Ну, куплю, куплю новый. Пока не буду, потому что у меня есть вот это. Это очень похоже, ребята. Это очень похоже. Этот он не такой, наверное... Этот более мягкий. Это более такой, как бы, ну, не масляный, но вот такой, какой-то такой подтаявший уже вариант такого айсберга мощи и красоты моей любимой Bottega Vinetta. А вот это такая, ну, версия попроще. Но, тем не менее, сходство колоссальное. Колоссальное сходство. Красивые пачули, красивые кожаные аккорды. Поэтому я вообще в шоке. Следующий аромат, который у меня появился, странный вообще. Это Филипп Старк. Гениальный дизайнер. Филипп Старк. Вот такой вот аромат, который называется Пё-де-суи. Я французский не знаю, поэтому вы меня, конечно же, строго не судите. Я его уже достала из коробки. Вот такая была шикарная коробка. Слушайте, ну, Филипп Старк, он гениальный. Настолько гениальный, что уже столько у него подражателей, столько у него... Его копируют, ему поклоняются. Он уже такой китчевый, китчевый дизайнер, которым подделку под Старком можно встретить практически на любой кухне, в любом офисе и так далее. Филипп Старк это уже такой король, король дизайна. Мне было очень интересно попробовать ароматы от Филиппа Старка. Я взяла этот аромат, потому что создатель, парфюмер этого аромата это Доминик Репион. Доминик Репион я люблю, поэтому я выбрала именно его. Здесь еще такой вкладыш шел внутри коробочки со всеми создателями, с такими красивыми фоторазмазанными. Ну, здорово. Мне понравилось оформление. О, аромат. Это, конечно... Ой, это странно. Странно, 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 но это правда очень странный аромат. Аромат, который звучит одинаково на протяжении всего времени, пока вы его носите. Я его сюда уже сегодня нанесла. Первую минуту, наверное, когда вы только-вот только наносите его на кожу, он звучит красивым шипром, розовым. Розовым, красивущим, таким прям задорным, шипром. И я прям такая думаю, о, боже, о, боже, о, боже, как здорово, какой красивый аромат. Он, ну, репион, ну, не подведет. Вот какой же он. Обожаю, короче. Первые две минуты. А что же будет, что же будет, а не будет ничего. То есть он длится где-то, этот аромат сидит на коже, его стойкость три с половиной часа четыре максимума, ну, смотря от вашей, как бы, деятельности, что вы делаете, да. Ну, как бы, если вы спокойно вот так сидите и смотрите кино, ну, можете посмотреть спокойно кино, ну, и чувствуйте его. Такое странное сравнение. Ну, короче, вот он идет вот такой вот тонкой ниточкой. Он тихий, он сидит близко к коже, он очень интимный, очень красивый. Но он не меняется вообще. Я тут чувствую шипровую розу, такую немножечко уже приглаженную, такую уже заснувшую розу, немножко мускуса, хорошего мускуса, не грязного, вот без всяких таких вот таких раздражающих компонентов, ингредиентов. Красивый, хрустящий, свежий мускус, роза и вот шипровость. Он звучит реально как хорошая база какого-нибудь шипрового аромата. Если вы знакомы с шипровыми ароматами, если вы любите шипровые ароматы, вот где-то уже вот вы день в нем походили, и на следующий день вы проснулись, вот отголоски. И вот это вот отголоски, это вот этот аромат. Я в шоке. Я в шоке, со мной такого еще не было. Ну, прикольно. Прикольно, с удовольствием его ношу, потому что это действительно что-то новое. Мне и хочу попробовать его мешать с какими-то другими ароматами, посмотрим. Ну, интересно. Интересно, флакон, конечно, потрясающий. Посмотрите, здесь он такой вот неровный, здесь у нас матовое стекло, здесь такое, такой красивый, стильный кирпич от Филиппа Старка. Ну, необычный. И еще один аромат, который я купила, и от которого я просто в шоке. Это просто мой парфюмерный кошмар. Теперь я, конечно, как сказать-то, мне очень понравилось оформление, хотя это вообще не мой стиль. Ну, вот бывает, знаете, вот вы увидите какую-то такую вещь, я хочу. И вот я вот посмотрела, думаю, какая прелесть, хочу. И вот захотела я вот этот аромат. Захотела аромат Lolita Land от Lolita Olympica. Захотела, потому что коробка, ну, мне это вообще не нравится. Ну, вот что-то вот меня накрыло, не знаю. Я не поклонница ароматов от Lolita, но, ну, оформление мне не нравится, правда. Для меня они все слишком сладкие, слишком такие алкогольные. Ну, не мое. Я знаю много поклонников, но вот просто не моя тема. Ну, в этом году Lolita решила сделать флакон с оленем, с крылатым. И я вот прям влюбилась. Я подумала, что, ну, я такая буду вся. Новый год, одену платье, и вот тут у меня такой флакон с оленем. Ну, какая красивая история, да? Ну, в общем, ну, со всеми бывает, да? Олень пластиковый, олень не стеклянный. Очень как-то мне это обидно, не понравилась эта деталь. Аромат. Аромат вот в этой тыкве у нас аромат. Аромат просто зубодробительный, ничем не смываемый, дико громкий и химозный. Я не могу. Знаете, я редко, когда высказываюсь так негативно о парфюме, о парфюмах, ну, потому что я, конечно, уважаю все разные там парфюмеров, и вообще это большая работа сделать аромат. Ну, вот у меня давно такого не было, я просто его не могла смыть. Я когда его распыляла на руку, я стояла рядом с кухонной стойкой, она у нас из камня. И вот немножко вот этих капель, брызг вот этих вот, это облачко попало на этот камень. Я не видела. Утром я делала завтрак, и я не могла понять. Я же вроде все уже вытерлась, помылась 500 раз. Почему все еще пахнет этой лолитой ленд? Я вот начала вот так вот прям нюхать, 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 и унюхала вот прям вот на столе. Вот стол у нас до сих пор вот эта каменная вот эта поверхность, она пахнет этим ароматом. Ну что, создатель Франсис Куркеджан, ну, слушайте, я люблю его творчество для его дома. А вот когда он для кого-то что-то делает, мне нравится. Такой вот он, коварный. Знаете, аромат для молодых, наверное, вот каких-то вот прям вот девочек, девочек 10 лет, 10, может быть, там, 13, может быть, 15. Ну, не знаю, для меня он какой-то слишком сладкий. Я не люблю сладкий аромат. Очень сладкий, очень сладкий. Просто нереально сладкий, персиковый, ликерный и ванильный. То есть, если вы любите ваниль, этот аромат, мне кажется, он вас отпугнет вообще от ванили, потому что он слишком, он слишком ванильный, слишком сладкий, притерный. Слушайте, я вот говорю, и мне прям дура. Не знаю, что буду с ним делать, наверное, продам или подарю. Вряд ли кому-то он понравится из моих друзей. Ну, вот, ну, знаете, бывает, бывает разочарование и огорчение, пусть это будет мое самое маленькое разочарование в этом году. Ну, это я так, шутка. Вот такой аромат у меня появился и, наверное, скоро уже исчезнет. Не знаю, я боюсь даже его второй раз наносить. Может быть, напишите мне, может быть, он у кого-то есть, может быть, стоит все-таки его разносить. Но я боюсь, я боюсь, потому что вот первый опыт, это был кошмар. Вот прям мне казалось, что у меня рука сладкая, знаете, как будто вот меня полили вот этим вот сиропом. И вот я такая вся липкая и сладкая. Мне нравится. Следующие два вот таких маленьких пробника мне положили с покупкой. Решила вам о них рассказать, потому что ароматы такие популярные. Они гуталь роз помпон. Они гуталь роз помпон. Вот так выглядит. Ну, я с домом они гуталь не очень хорошо взаимодействую. Ну, не мой дом. Бывает, тебе что-то нравится, что-то нет. А вот тут мне вот прям вот практически мало очень чего нравится. Мне у нее ваниль очень нравится. Она такая натуральная. Это роза. Я ее нанесла и тоже потом смывала. Знаете, может быть, странная ассоциация, но вот такая вот реально вспотевшая роза. Вот такая вот душная, вспотевшая роза, такая вот после бегов каких-то. Вот она бежала, 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 прибежала. Вот, в общем, представьте такой аромат розы свежий и аромат вот чего-то такого удушливого, жаркого и потного. Не понравился. Не понравился совершенно. Ну, стойкость у они гуталь вообще как бы, я не хочу сказать, что самый стойкий дом. Ну, и, конечно, аромат. Не очень. И Сантал Рояль от Герлен. Ну, это вообще, это ребята, это просто кайф. Это такой кайф. Я пшикнула вот буквально микро-микро-микро-микро распыление вот так вот на две руки, и у меня просто весь дом, вся квартира. Благоухала настолько роскошно, настолько дорого. Это Сантал. Ну, я тут чувствую обалденную кожу, такую вот прям, такую кожу, такую куртку такую кожаную, такую мужскую, табачную, пропавшую табаком там, вот, с сигарами, вот, вот, все так вот прям брутально. И удовый, ну вот, и уд, уд тут есть. Уд есть не медицинский, не йодовый, не какой-то там такой. Очень красивый, натуральный уд. Кожа, сандалы, и, ох, бесподобный. Бесподобный аромат, мега-стойкий, заполняющий собой все. Захотелось, знаете, сразу надушить вот этим вот флаконом, вот этим вот пробничком внутренность моих сумок кожаных. Блин, знаете, так открывает, и оттуда так пахнет. Мне кажется, будет классно. Бесподобный. Ну, слушайте, герлены, это, конечно, никогда не подводит. Никогда. Ну что, пишите, пишите, если вы знакомы с ароматами, которые я вам показала в этом обзоре. Может быть, кто-то обиделся, может, про какие-то ароматы сказала не очень хорошо. Ну, слушайте, мое вот такое сегодня настроение, и вот так вот я чувствую. Чувствую вот так. С вами была Аленка Блок, всем пока, чао-чао, пока. Субтитры сделал DimaTorzok